МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа от телекомпании Город. Время говорить о главных темах. Кто заплатит за тепло? Рязанцы опасаются, что за теплые батареи в их квартирах придется раскошелиться. Остановили Торен. Наркоприцейские изъяли на Скопинском заводе психотропные препараты в крупном размере. Банзай, экипаж нашей телекомпании, принял участие в гонках внедорожников Ветка Сакуры. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Весна влияет на людей своеобразно. Например, вчера в день рождения Ильича в Костромском городке Неи. Двое местных жителей, пребывая на сильной алкогольной поддаче, отломили голову памятнику вождю пролетариата. Полезли кепку подарить, но не одолели четырехметровые статуи в плане альпинизма. Один поклонник, сорвавшись, уцепился из последних сил за гипсовую шею монумента, да и упал вместе с ней. Скорее всего, получит свое за мелкое хулиганство. Весеннее обострение подействовало и на влюбленных, причем подействовало так, как не хотелось бы. В районах нашей области произошло сразу две трагедии на почве ревности и романтических ссор. В ночь на 20 апреля в одном из домов села Ижевское Спасского района компания, состоящая из четырех человек, это хозяйка дома, пожилая женщина, ее дочь, сожитель дочери и знакомый их молодой парень, распивали спиртное. В ходе распития сожитель пошел в другую комнату, где прилег спать. В это время молодой человек стал оказывать знаки внимания его женщине. Услышав это, мужчина вернулся на кухню, увидел картину, когда на самом деле молодой человек стал приставать к женщине. Он взял нож и несколько раз ударил его в спину. Молодой парень скончался на месте происшествия. Мужчина заставил женщин вытащить его тело на крыльцо, где они его оставили, и тело погибшего было обнаружено сотрудниками полиции. Кипят весной не только страсти. Почти закипает вода в батареях многих квартир. В нашу редакцию начали звонить рязанцы с просьбой прояснить ситуацию с отоплением. Вроде бы весна, а батареи в домах все еще горячие, или напротив едва теплые. Так сколько же нам придется платить за ненужную жару в квартирах, или за так называемое тепло уже после завершения отопительного сезона? За ответом ездила сегодня Оксана Тебенихина. Отопительный сезон закончился уже 15 апреля, а батареи во многих домах до сих пор как топленое молоко. Таким образом, оплата по коммунальным услугам за тепло автоматически продлевается на месяц, а это около 2000 рублей с квартиры. В складчину получается кругленькая сумма. Если вам пытаются в весенний период дополнительно еще на несколько тысяч навязать какие-то услуги, а здесь я вижу в том числе неоперативные работы управлений ТСЖ, председателей ТСЖ, не исключая, что сговор есть с различными энергоснабжающими организациями именно правлений и председателей ТСЖ, то, что такое может происходить, либо это халатность управляющих организаций, в зависимости от объемов и качества услуг снижается стоимость или повышается стоимость. Поэтому перерасчет, опять-таки, на мувахе должен быть сделан. И тот, кто занимается этими, либо это в правлении есть бухгалтер, который ведет соответствующие показатели, либо председатель, либо один из членов правлений. То есть жильцы должны быть более активны. Коммунальная сфера при всей сложности каких-то там ситуаций, если внимательно почитать эти правила, она понятна. И человек, который отдает деньги, вправе задать вопрос, за что я отдал деньги. В такие искусственно созданные постотопительные периоды заболеваемость населения резко возрастает. Воздух в помещениях сухой и чересчур теплый. Попытка открыть форточку зачастую приводит к простуде. В основном, конечно, страдают дети. У нас были примеры аварийных ситуаций из-за того, что жильцов в свое время не предупредили, что у них под давлением находятся приборы отопительные. Понятно, что с одной стороны можно пальцем пощупать, а с другой стороны человек должен знать, что у него в конкретный период эти приборы отключены. Объявления не вывешивают. То есть да, тот примитив, о котором я постоянно говорю, что на подъезде что-то должно висеть, там какая-то бумажка, информационный лист, перестали вывешивать такие объявления. Поэтому то, что несвоевременно представляется информация об окончании оказания услуги отопления, это также нарушение прав потребителя на информацию. В любом случае, коммунальщики – это та еще система. Народ предполагает, что, скорее всего, за зиму начальники себе на Мальдивы накопить не успели. Весной активизировались и преступники всех видов криминальной деятельности. Сегодня пришли новости от регионального антинаркотического ведомства. Стало известно, что рязанские наркополицейские поставили за слон Тарену, дело было на Скопинском заводе горно-шахтного оборудования. Тарен – вещь военная. Это противоядие от воздействия отравляющих веществ. Противоядие – это оно, конечно, но помимо этого Тарен вызывает изменение сознания и галлюцинации, а это уже серьезно. Вот, например, как ведет себя человек под Тареном. Видимо, в его измененном сознании он кот Базилио в ожидании лисы Алисы. Те, кто испытал на себе действие Тарена, второй раз пробовать не захотят. Они отмечают, цитируем, «сохраняй лексику». Полное оттупление и отсутствие контроля над собой оперативную память вышибает абсолютно. Начинаешь говорить фразу и тут же забываешь, что хотел сказать. Также постоянно забываешь, что хотел сделать. Поэтому ведешь себя, как конченый придурок». Конец цитаты. О других делах из области силовых структур в обзорной телестатье Глеба Галушкина. В конце прошлой недели в Шереметьево-Песочинском детском доме прошел праздник творческой самодеятельности «Шереметьевская краса». Воспитанники детского дома и школьники 51-й школы выступили перед своими гостями с танцевальными и вокальными номерами. В гости к ребятам пришли рязанские судебные приставы. Сотрудники управления вручили участникам конкурса «Шереметьевская краса» памятные призы и подарки. Также сейчас активно идет борьба с браконьерством на реках и водоемах Рязанщины. Совсем недавно сотрудники рыбинспекции совместно с экологами проводили рейд в Тациональный парк Мещерский. Правда, в данном рейде удалось поймать всего лишь одного, так сказать, мелкого браконьера. Напомним, что период нереста законодательно установлен с середины апреля до 1 июня. В это время сотрудники полиции обещают активно подключиться к ловле браконьеров. Например, вчера рядом с Солочей полицейский задержал рыбака, который раскинул сети вместе нереста. У злоумышленника изъяли резиновую лодку и весь незаконный улов. Теперь любителю такой рыбалки грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо арест до полугода. Кроме всего прочего, весна и, главным образом, апрель – время очищения. В том плане, что повсеместно проходят субботники, месячники и прочие временные отрезки по наведению чистоты на разных полезных площадях. От целого города до отдельно взятых дворов и небольших территорий. Рассказывает Илья Норменкова. Более 250 рязанцев, в том числе сотрудники администрации города и работники муниципальных мероприятий, приняли участие в очередном субботнике. Кого-то обеспечили шансовым инструментом и погрузочной техникой, а кто-то вооружился лишь энтузиазмом. Вся территория города разбита порядка на 25 участков, где принимают участие как администрация города в полном составе, так и активная часть жителей города Рязани. Как говорится, чистые руки у того, кто работает в перчатках, пожалуй, это стало единственным оружием рязанских волонтеров в борьбе за чистоту госпиталя для ветеранов войн. Отряд Института иностранных языков Рязанского госуниверситета курирует госпиталь уже четвертый год, а данную акцию они проводят во второй раз по собственной инициативе. Перед 9 мая здесь планируют устроить небольшой концерт, а также сделать клумбы и высадить цветы. Официально в отряде чуть больше пяти человек, но на подобные мероприятия выходят все неравнодушные. А как быть, когда чистота города в твоих руках? И пусть они работают на благо, а не во вред. На более шумном мероприятии отличались в это воскресенье авторы программы «Автономия» Наталья и Евгений Карпушкин. Пробивались к финишу во время кросса на внедорожниках под названием «Ветка Сакуры». Рассказывает лучший пилот телекомпании «Город» Евгений Карпушкин. Вот уже который год мероприятия внедорожного клуба «Свои» посещают пилоты из Рязани, Москвы, Коломны и других городов Центрального федерального округа. Этот этап год от года именует «Веткой Сакуры». Именно в этот период она цветет. Заявки на путь «Самураи» были поданы сразу в нескольких классах. Наша команда выступала на автомобиле «Рено Дастер» в классе гражданских внедорожников «Кохай». Этот класс считается самым легким, ведь другие классы – это подготовленные тяжелые внедорожники с лебедками и другими техприспособлениями для преодоления препятствий. Задача гонщиков – собрать максимум маяков, найти которые нужно по показаниям GPS-навигаторов. Нашел, докоснулся до маяка и до машины руками, сфотографировали. Дальше по этому фотоотчету судьи сделают выводы. На соревнованиях «Ветка Сакуры» все друг другу помогают. Несмотря на момент состязательный, люди вытаскивают друг друга из вот этих вот сложных ситуаций, что, безусловно, добавляет позитива самому соревнованию. На сегодня все. Хорошего вам вечера. До встречи завтра в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова